Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Душевной Историей Жизни. Желаем вам приятного прослушивания. Никифор, или как звали его местные Никишка, весь родительский день провел на кладбище. Ему удалось и хорошо поесть и выпить. Празднично одетые люди, посещавшие родные могилы, были щедры на подаяние, и совсем спившийся бомж никогда не упускал этого момента, чтобы, как он говорил, поправить свое здоровье. Уже стало темнеть, когда Никишка присел у чьей-то могилки за столик и опустил голову на руки. Людей на кладбище было совсем мало, и осоловевший от выпитого и съеденного, он задремал, спрятанный кустами сирени, как вдруг услышал чьи-то голоса. «Сейчас за лопатами сходим и разроем, пусть только стемнеет», говорил один мужчина другому, не повышая голоса. «Так сегодня нельзя», – отвечал другой. «Мало ли, я, конечно, ни во что такое не верю, но все-таки грешно в такой праздник». «Думаешь, я тебя упрашивать буду?» Обозлился первый и грязно выругался. «Я и без тебя справлюсь». «Ну чего ты злишься, Гриш?» «Я же это так сказал, не подумав», – примеряюще заговорил второй. «А там точно есть золото?» «Да я тебе говорю, сам слышал, вроде как девка ведьмой была, и все, что у нее было, с ней положили». «Что-то мне страшно. Сколько дней после похорон прошло?» «Два». «Да настоящих похорон-то и не было, она же при пожаре сгорела». «Так гроб привезли и зарыли». «Я как раз в тот день тут не был, приболел малость. Но парни рассказывали». Никишка навострил уши. Он сразу узнал хриплый голос Григория, одного из местных пьяниц, нанимавшихся копать могилы. Никишка знал, что Гришка – законченный человек без остатков совести. Он частенько промышлял тем, что разрывал свежие могилы и оббирал покойников, снимал золотые серьги, хорошие часы, кольца. Потом кое-как бросал гроб вместе с усопшим в могилу и снова засыпал землей. И еще смеялся над этим. Бывало и такое, что Григорий разрывал могилу именно из-за дорогого гроба. Он забирал его с собой, приводил в порядок и перепродавал подешевле, чем в агентствах. Каким бы ни был сам Никишка, но Григория за это презирал. Хотя говорить ему ничего не мог. Очень уж тот был крепким да здоровым. Разве ему с таким справиться? И дружки у Гришки были ему подстать. Один косоглазый колька чего стоил. Вот с ним-то Гришка сейчас и разговаривал. Никифор тихонько сполз под скамейку, чтобы эти двое его не заметили. Иначе отлупят, как пить дать. Такое бывало уже и не раз, и встречаться с ними Никишке никак не хотелось. Потому, услышав, что Григорий хочет разрыть могилу, Никифор решил им не мешать. Иначе самому беды не избежать. Да и сил у бомжа не было. Он столько выпил, что ноги просто не шли. А рядом стояла непочатая бутылка водки, которую ему дала какая-то старушка, И в грязной замасленной газете лежал кусок пирога с капустой. Гришка и Колька ушли. Тогда Никишка распечатал бутылку, хорошо к ней приложился и тут же уснул. Утомленный трудным, но таким сытным и даже счастливым днем. Проснулся он поздней ночью. Не сразу сообразив, что его разбудил чей-то страшный крик. Но вот крик повторился снова. Правда, уже не такой громкий. Но по-прежнему жуткий. А еще через несколько секунд мимо Никишки пробежали двое. То и дело натыкаясь на нестройные ряды могил. Никифор встал и выглянул из-за кустов. В пяти метрах от него при свете яркой луны он увидел страшную картину. Развороченная могила зияла черной пропастью. А на ее краю стоял открытый гроб. Нездоровое любопытство подтолкнуло Никифора к могиле. Очень уж он хотел узнать, что так напугало видавшего виды Григория. Но когда подошел к гробу ближе, вздрогнул и удивленно приподнял бровь. На белом атласе лежала кукла и смотрела на него широко распахнутыми глазами. Никифор наклонился и взял ее в руки. Кукла была самой обыкновенной, очень красивой, с мягкими волосами, каштанового цвета и в шелковом платье жемчужного цвета. Пытаясь рассмотреть ее получше, Никишка случайно наклонил и чуть не выронил грязь, когда она звонким голосом ему сказала «Мама». Бомж пробормотал про себя ругательство, чувствуя, как бьется от испуга его сердца. И тут же услышал отдаленные голоса, это возвращались Гришка и Николай. Никифор сунул куклу под мышку, не забыл и недопитую водку с пирогом и, пригибаясь, чтобы его не заметили, поспешил покинуть кладбище. Он не успел далеко уйти, как услышал новый душераздирающий крик Кольки. «Я тебе говорил, это ведьма!» Колька и Гришка вернулись, чтобы закопать могилу, размышляя о том, кто же додумался положить в гроб вместо человека куклу и пережили настоящий шок, увидев, что та пропала. Колька не выдержал и сбежал, зарекаясь еще раз связываться с Гришкой и тому пришлось самому закапывать могилу. Через несколько дней после этого Григорий погиб, попав под поезд, а посидевший при этом известии Колька навсегда исчез из города, уверенный, что они выпустили из могилы настоящую ведьму и теперь она всегда будет искать и преследовать его. Никифор же принес куклу в старый заброшенный дом, где иногда ночевал и стал жить по-прежнему, вскоре позабыв об этом случае. С тех пор прошло три года. Как-то Никишка, несколько дней толком ничего не евший, пришел на местный рынок, чтобы продать эту самую куклу, единственную ценную вещь, за которую можно было получить хоть какие-то деньги. Однако никто ее покупать не хотел, и в конец расстроенный бомж направился к выходу. Вдруг он увидел стоявшую в стороне девочку лет пяти. Она плакала, вытирая худенькими кулачками глаза. «Ты чего ревешь?» спросил он у нее, стараясь сделать осипший голос более мягким и добрым. «Потерялась я. Тетя Валя куда-то ушла, а я ее не найду». «Ишь ты, беда какая, тебя как зовут?» «Ульяна». «А где твоя мама и папа?» «Умерли давно, я их даже не помню», вздохнула Ульяна. «Есть только тетя Валя, только она всегда сердится». Сердце Никифа раздавилось от жалости. «Смотри, что у меня есть», сказал он и протянул девочке ту самую куклу. «Хочешь, я тебе ее подарю?» «Хочу». Девочка улыбнулась сквозь слезы. Чумазая кукла с каштановыми волосами и в запыленном платье показалась ей невероятно красивой. «У меня еще не было ни одной куклы», сказала Ульяна, и тут же кто-то дернул ее за руку. Над девочкой наклонилась высокая полная женщина с разгневанным лицом. «Улька, паразитка такая, я ведь тебе сказала, чтобы ты от меня даже на шаг не отходила». «Это что за дрянь?» указала она на куклу. «Это моя, мне подарили», закричала Ульяна, крепко прижимая к себе подарок Никифора. Тот кивнул. «Да, это я ей дал. А ты, тетка, не ори, а то я всем расскажу, как ты с девочкой обращаешься». Валентина хотела обругать Никифора, но решила не связываться с ним и снова дернув Ульяну за руку, вместе с ней скрылась в толпе. Может быть, за доброе сердце Никифору вскоре повезло. Знакомый батюшка, часто видевший его возле церкви, пристроил в приют для бездомных, созданный при его приходе. Никишка стал там работать дворником, за что даже получал небольшую зарплату. Питание и проживание для него были бесплатным, и Никифор доживал свой век вполне довольный своей жизнью. Лишь иногда он вспоминал маленькую девочку Ульяну и жалел, что больше никогда не увидит ее и не сможет защитить от злой тетки. А Улья и в самом деле нуждалась в том, чтобы ее хоть кто-нибудь пожалел. Она с того самого времени, когда ее взяла к себе тетя Валя, не знала ни любви, ни ласки, ни людской доброты и не понимала, за что ей это все. Единственным добрым другом для нее стала кукла, подаренная каким-то незнакомцем. И хоть с того дня прошло два года, девочка хранила ее и была очень благодарна незнакомцу за такой подарок. Сейчас она пряталась от Валентины в кустах и вытирала слезы, слушая ее крики. «Улька! Дрянь ты такая! А ну-ка иди сюда!» кричала женщина, угрожающе размахивая длинной хворостиной. Уля снова размазывала по щекам слезы, но из прятавших ее зарослей смородины и крыжовника вылезать не хотела. Ноги и руки девочки были изодраны в кровь колючками кустарника, но это было еще терпимо. А вот если бы та отхлестала ее, девочка долго не смогла бы с ней сидеть, не лежать. Так сильно вспухали у нее рубцы от удара хворостиной. А в чем она была виновата? За что тетя Валя так над ней издевалась? Вот сегодня Уля спокойно сидела в коровнике и доила корову. Ведро быстро заполнялось, но тут вбежал родной внук Валентины и, представляя себя каким-то разбойником или пиратом, громко закричал. Корова испуганно шарахнулась в сторону и все, что надоело Уля, разлилось из-за прокинутого копытами ведра. А на днях соседская охотничья собака пробралась через щель в заборе на теткин двор и передушила несколько кур и трех уток. И снова во всем оказалась виновата Ульяна. Да что я вам собаку специально пригнала? Я-то при чем, что она залезла в курятник? Поговори у меня этакая паразитка. Сколько раз я тебе говорила плотнее калитку прикрывать? Бессовестная! Какой урон-то мне нанесла! Тетя Валя, зачем вы меня взяли к себе, если совсем не любите? Кто вас об этом просил? Да лучше бы вы меня в приют отдали! Плакала девочка, но ничто не шевельнулось в душе женщины. Много ты понимаешь! Прикрикнула она на Ульяну. Поучать что ли меня вздумала? Знай свое место! На самом деле Валентина Ульяне приходилась дальней родственницей, причем единственной, и ей пришлось взять девочку, чтобы избежать осуждения людей. К тому же за нее хорошо платили, и это тоже сыграло свою роль. Удочерять Улю Валентина не стала, она была ее опекуном, но свои обязанности выполняла плохо. Ругала и била девочку за каждую провинность, зная, что защитить ее просто некому. Катерина, мать Ульяны, двоюродная племянница Валентины, после смерти своих родителей уехала из деревни в город. Была она тихой, спокойной и работящей, вот только в личной жизни счастья у нее не было. Кате исполнилось 35, когда она, наконец, встретила мужчину, которого полюбила. Он ответил ей взаимностью, и вскоре они поженились. Но женское счастье Кате было таким коротким, не прошло и двух лет, как муж погиб под колесами какого-то лихача. Катерина тогда была на седьмом месяце беременности и с трудом перенесла страшную потерю. А еще через два года сама погибла в пожаре, и только девочку чудом удалось спасти. Ульяна прислушалась, крепко прижимая к себе куклу. Тетя Валя ушла. Тогда девочка выбралась из зарослей и пошла за деревню, не разбирая дороги. Она решила больше не возвращаться к злой тетке, и чем дальше уходила, тем крепче становилась ее уверенность. Вскоре она заблудилась, и еще ей очень хотелось есть и пить. Вот дурка! Поругала себя девочка. Надо было хлеба с собой взять. Вдруг послышалось журчание ручья, и маленькая путешественница поспешила туда. Напилась воды и, устроившись на мягкой траве, тут же у ручья и уснула. Ей снилось, что она куда-то летит, и ей было от этого так хорошо, что она счастливо смеялась и проснулась. Сначала девочка не поняла, где находится. Это был чей-то дом, и сама Ульяна лежала на мягкой постели. Проснулась лапушка. Послышался рядом ласковый голос. Девочка села и увидела перед собой женщину. Сначала Уля подумала, что это морщинистая старушка, но потом поняла, что лицо женщины просто покрыто шрамами. «А вы кто?» спросила Ульяна, нисколько не испугавшись. Таким добрым был голос незнакомки. Она уже где-то его слышала и теперь силилась припомнить. И вдруг страшно закричала. «Ты мама! Ты моя мама! Ты говоришь, как она!» «Уленька!» заплакала женщина, обнимая девочку. «Ты узнала меня?» «Мама, почему ты так долго не приходила? Мне сказали, что ты умерла. Тетя Валя водила меня даже на твою могилу!» «Нет, нет, я живая. И теперь мы всегда будем жить с тобой вместе. Ты хочешь этого?» «Мамочка, ну, конечно же, хочу!» «Уленька, скажи, пожалуйста, откуда у тебя эта кукла?» «Мне дал ее один дядя. Давно уже!» Катерина, это была действительно она, покачала головой, все еще не веря в то, что произошло. В тот страшный день, когда в соседней квартире взорвался баллон с газом, пожар очень быстро перекинулся на квартиру, которую снимала Катя. Задыхаясь от дыма, она успела вынести дочку, но сама сильно обгорела и с тяжелыми травмами попала в больницу. Долго она находилась между жизнью и смертью, когда же пошла на поправку, то не могла вспомнить, кто она. Медленно, но все-таки память возвращалась к ней. Катя помнила, что у нее была семья, муж и дочь и что они погибли в пожаре. Женщина чувствовала, что она сходит с ума и действительно находилась на грани. Она отыскала на кладбище могилу мужа и подумала, что их дочка лежит вместе с ним. Тогда она купила куклу, положила ее в гроб и похоронила рядом с мужем. Прошло несколько лет. Катя стала бродяжничать, питаясь подаянием. Однажды пришла в соседнее село, чтобы в церковный праздник помолиться о дочери и муже. И вдруг увидела немолодую уже женщину и девочку с куклой в руках. «Улька, да брось ты эту дрянь! Я и так тороплюсь, а тут ты еще!» Женщина и девочка ушли, а Катя так и осталась стоять, что-то усиленно вспоминая. «Кукла! Именно эту куклу она похоронила, как дочку Уленьку. И эта женщина тоже сказала Улька. Не может быть!» И вдруг Катя вспомнилась ее имя. «Валентина, тетя Валя! Боже мой!» Катя без сил опустилась прямо на тропинку, не обращая внимания на проходивших мимо людей. Она плакала от счастья, вспоминая все. Ее дочь была жива. Катя хотела броситься к ней, обнять, целовать, но тут же подумала, что девочка испугается, увидев ее лицо, покрытое шрамами. Тогда Катя отыскала заброшенный дом в соседней деревушке, поселилась в нем, стала наниматься к людям, помогая им по хозяйству. Они платили ей то деньгами, то продуктами. Часто Катя приходила к дому Валентины и пыталась хоть издали увидеть дочь, но так и не решалась ей во всем признаться. Сегодня она снова пошла к ней и вдруг увидела девочку, спавшую у ручья. Рядом с ней лежала кукла и смотрела в небо карими глазами. Катя не удержалась, подняла дочку на руки и отнесла к себе. С нетерпением и страхом, ожидая, когда же она проснется. Больше всего Катя боялась увидеть в глазах девочки страх и вдруг услышала радостная мама. Вся деревня плакала, узнав историю матери и дочери и даже по телевизору прошел о них трогательный сюжет. Всем миром им собрали деньги и врачам удалось избавить Катю от страшных шрамов. Но Уле было все равно. С ней снова была ее мама, самая лучшая мама на свете. А потому она была очень счастлива. Так, как никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова